друзья всем привет ну что я опять пользуюсь моментом что палата нашего почти освободил здесь 1 уже выписали мальчика который лежал вот здесь я почему сейчас бросилась снимать потому что я должна что-то вам говорить то чего вы не знали и дай бог никогда не узнаете в общем смотрите вот здесь вот висит такая вытяжка это у кого подвык шеи я теперь скоро буду очень такая продвинутая в медицинских вопросах короче говоря бывает так что человек просыпается ребенок или взрослый и у него вот шею вот так тянет на сторону это оказывается как там защемляется то ли мышцы что-то еще и этих людей кладут в больницу и шею им вытягивают то есть ставят кровать вот под таким углом вот здесь внизу стоят стойки и прочим посмотрел 1977 года выпуска и ребенок ложится вот под таким наклоном под углом и его голову привязывают вот такие гири и вот он лежит вес этих гирь его 900 мы уже поинтересовались вот смотрите такие и таким образом он должен лежать но не меньше суток для того чтобы так растягивать шею а потом на шею надевают вот такой воротник возможно вам такие люди встречались вот так и они еще три недели ходят вот на такой вытяжки вот вот так вот они ходят снимают только для того чтобы искупаться в общем в общем что я могу сказать детям еще повезло потому что когда такая же история происходит со взрослыми оказывается вот эта вытяжка шея происходит сидя то есть человек вот так сидит не дай бог если вот так вот сидеть и тебя вот так тут шею вот так будут вытягивать то есть понимаете оно должно вот так вот тянуться вверх вот таким образом и очень пока это все не убрали я решила вам показать как это все действует еще на лесках вот так на карабинчиках я это конечно никогда не видел и дай бог никогда не увижу и вам это увидеть не надо но тем не менее пока я здесь я решила вам это дело показать вчера я выходила в магазин купил себе кофе который можно заваривать в микроволновке во всяком случае вот в стакане но в данном случае я пью чай я стараюсь ограничивать себя в еде и тимура тоже он у меня сегодня на завтрак мы не завтракали он ел мандаринку яблоко но мы вообще дома не привыкли завтракать вот и сейчас ждем обеда до обеда у нас еще где-то минут 40 я вам покажу что нам будут давать на обед я же пока морю голод стаканом с чаем с утра я пила кофе сейчас чай то есть понимаете есть возможность разограться конечно есть кто бы сомневался но мы себя специально ограничиваем иначе мы отсюда выкатив все просто-напросто выкатив все двумя колобками если учесть что тимур вообще как без движения но вы не переживаете супчик он каждый день я ему даю вчера ели борщ плов он так чуть-чуть съел но тоже не хочу поправиться ну а мандаринки и яблочки вот это все у нас конечно есть я сейчас покажу как это выглядит когда человек лежит на вытяжке друзья ну конечно она на меня не лезет потому что на детская вот эта вот штука вот она должна туда на затылку так одеваться как шапочка и вот здесь вот так вокруг ухо вот так двумя веревочками завязываться и вес для меня естественно сильно маленький кило 900 у нас тут отрядом мальчик лежал у него 2 300 у тебя груз до который тянет вверх ну не знаю меня все лицо все щеки сразу вот туда но я вообще не чувствую что так меня вообще не тянет шею на это груз для взрослого сильно маленький а может взрослого невозможно вытянуть ну как то вот так вот вот при таком положении лежать вытягиваться вот это все лицо будет в морщинах если только вот так вот держать щеки чтобы в общем морщины не заплывали наверх вот таким образом вытягивается шея некоторым детям которые здесь лежат хватает хватает суток вот здесь мальчик лежал трое суток вытягивали могут как-то так я конечно не ожидал что так здорово помогает нурофен но я помню когда дети у меня были маленькие то я покупала ему когда они болели там при простуде температуру мы сбивали нурофеном нурофен у нас далеко да ну давно идет и по моему даже старших своих детей которые сейчас уже по 20 лет кажется я отпаивал нурофеном но что он так сильно снимает боль для меня это конечно открытие друзья так что имейте ввиду при переломе нам не помогал анальгин вот сейчас где-то пошел 4 или 5 день после травмы мы сломали ногу в четверг сегодня у нас вторник но и сегодня тимур себя уже чувствует более менее нормально два последних дня он сидел вот на этом нурофене то есть мы выпьем третий день последний это я специально ходила за ним в аптеку а до этого нам кололим уколы кололи уколы анальгина во первых они очень болючие колют уколы таким детям которые лежат в ногу в бедро ну сами представьте детское бедро надо ввести все это в мышцу шприцы все-таки знаете такие в бедро тебе кололи укол в общем в общем это очень больно и мало того когда сильно болит нога когда сильно карандаш почеши я сейчас почешу когда сильно болит нога анальгин не помогает и один на одну ночь нам вообще укололи китароу а перед этим анальгин с димедролом чтобы он спал и вот я спаслась только нурофеном специально сходила его два дня мы на нурофене сегодня у него уже меньше болит нога ну то есть я конечно удивлена здорово я не знала что он так что это такое хорошее боли утоляешь тебя не буду пока показывать когда совсем красавица вот скажи здравствуйте как все чувствуешь сегодня хорошо да у нас нога тоже вот на такой вытяжке лежит видите с этим господи с грузом вот вода водичка водичка это я вчера брала вот такая больничная жизнь у тимура интернет закончился нам привезли учебники всех выписывают кто лежал у нас в палате у нас вообще такая компашка нормальная подобралась не знаю кто нам теперь достанется потому что кровати будут пустые естественно к нам кого-то подселит а так как мы мы лежим так нам будут подселять подселять вот мы будем как станциями на которые идут поезда идут или едут в общем определяете сами сегодня ватсап напишу нам дадут задание вот ведь и мы будем учиться тимур ты хочешь учиться ну как всегда кто сомневался почему ты не хочешь учиться потому что лучше на второй год остаться представьте если мы сейчас не будем проходить школьную программу то у нас все перспективы остаться на второй год почему потому что три недели под вытяжкой а потом в гипсе на 5 школу ходить не будет все это второй год сто процентов почему нет два месяца не учиться но не мы не мы не потянем но он на дистанционке остается наверно как мол как-то учиться ну хорошо а дальше что ну по причинам а за лето догонять ну какая разница догонять за лет или догонять сейчас в общем вот видите у нас тут все тетрадки все дела вот такой вот тут у нас блогер лежит вот ведь ножки вот эти полосат это блогер какой-то блогер я вам уже видео про это делала твич твич видеоигры вот так то есть тебя не будут показывать интервью друзья буду показывать вам бутылки ты давно этим занимаешься сколько лет 13 лет представляете ну тут вот друзья вот вы кто меня смотрит вы осознаете это дело то есть сейчас все дети куда бы вам направить пойдем на окно направлю вот такой у нас вид из окна пожалуйста наблюдайте он там щелочки люди ходят это получается понимаете как вот этот твич это они играют в игрушки мы все это в в эфире тут и я понимаю что смотрят вот эти все игры ну как бы дети подростки те кто кому и это интересно кто не может может быть сам пройти до и наблюдают за другими потому что то не в палате все объединились присели на со своих телефонов на одну игру и общем играют все и вот таким образом он зарабатывает представляете при помощи донатов при помощи донат в нем еще и мама помогает когда получается то есть мама его как бы поняла что сын этим увлечен и она не препятствует а помогает но то есть понимаете я же вам всегда говорю что в интернете куча возможностей для заработка просто мы не знаем как где и что а вот вот человек сам пришел и рассказывает мне кажется это очень интересно я буду пока тимур здесь будет лежать пусть научится потому что понимаете они все сидят в этих игрушках мой сын старший хорошо играет ворд танк или как эта игра называется я потому что я в играх вообще мы для меня это просто пустая трата времени я не понимаю ничего а дети подростки играют молодежь все играет и вот таким образом на конфетки на печеньки зарабатывать причем причем при всем при том что семья их как бы абсолютно не нуждается в его заработки он еще в общем это просто его увлечение вот такие дела друзья видите какие у меня тут встречи опять кого-то привезли вот представьте вот так постоянно это же травматологическое отделение с травами привозят деточек друзья вот такой у нас сегодня обед суп с фрикадельками здесь капуста с котлеты компот хлеб не брать не стала хотя дают черный белый у нас есть лепешка все и сейчас тимур будет есть в палате пищу принимать запрещено кроме кроме тех детей которые лежачие которые прикованы ко всяким таким аппаратиком нет корме здесь нормально фрикадельки судя по всему как куриные похоже на куриные вот капусточка котлетка это еще маленькая котлеты были больше прям все такие огромные ну и компот судя по всему из сухофруктов в общем мы приспособились вот так стелем одеяло на живот потом пеленку мы вот так есть а больше никак не получается но конфеты же твердые друзья неожиданный сюрприз сегодня 2 февраля годовщина разгрома немецких войск под сталинградом сорок третьем году разгромили сейчас нас 21 год и представляете детям вот дарят коробки конфет вот подарили коробочку здорово да ну потратили это от нашей местной компании конфил у нас хорошие конфеты так что вот наша мама наша мамочка волгограде конечно фабрика кондитерская конфетка тимур забыл где мы находимся сейчас дам ну все вот одна золотинка красивая 2 золотинка ты первую золотинка взял вес коробки 350 граммов и вот такие вкусные наверное конфеты я не люблю шоколад даже пробовать не буду но тимур у меня с удовольствием съест для полного счастья мне пришлось вспомнить навыки электрика то есть видите вот развалился провод обломался розетка ну то есть в смысле блок целый но и мне пришлось вот найти спички в отделении и вот так на черно видите скрутить зарядку потому что без зарядки ясное дело без телефона без зарядки вообще никуда кстати про конфеты очень много зависит от того вот когда болел нога как медсестры делают укол здесь одна такая прям классная девочка есть она и поговорит и у кольчик не больно сделать не тоже там другие приходят и ширеют потому что надо ширнуть ну и вот я вчера когда в магазин ходила коробку конфеты сегодня презентовала вот еще кого-то привезли на все друзья я думаю на сегодня хватит всем пока здесь ничего такого экстраординарного не случится но я тогда сегодня в эфир больше не выйду только завтра всем пока